Здравствуйте! В эфире Город Эссы и Татьяна Дмитриева. Какие новшества появились в услугах кадастровой палаты? Как рассчитывается стоимость недвижимости и как обезопасить себя от мошенников? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель директора ФГБУ ФКП Росреестра по Самарской области Светлана Вандышева. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот начнем с общего перечня услуг и функций кадастровой палаты. Когда нужно к вам обращаться? Для проведения каких сделок и операций? Ну, сегодня действительно полномочия кадастровой палаты достаточно широки. Планомерно нас наделяют разными полномочиями и функционал, который раньше принадлежал управлению Росреестра по Самарской области, теперь частично передается к нам. Одним из последних новшеств в деятельности кадастровой палаты стала передача полномочий по предоставлению сведений Единого государственного Реестра прав. С 1 сентября текущего года мы приняли на себя частично эти полномочия и сегодня все заявители, которые обращаются в офисы кадастровой палаты и оплачивают квитанцию за предоставление этого вида услуг на счет кадастровой палаты, в течение одного рабочего дня получают информацию из Единого государственного реестра прав. Это еще одно новшество, потому что срок, установленный законодательством на предоставление сведений ЕГРП, составляет 5 рабочих дней. В целом по Российской Федерации средний срок составляет 3 рабочих дня, но мы оценили свои возможности и, получив первый опыт предоставления сведений ЕГРП, пришли к выводу о возможности сокращения этого срока. И сегодня эта услуга оказывается в течение одного рабочего дня. То есть вот если уточнить, если человек пришел во вторник, допустим, в 10 утра заказал вот эту выписку из Единого государственного реестра и на следующий день он уже должен получить ее, да? Совершенно верно, да. В течение следующего дня он уже получит актуальную информацию. К нам уже поступают первые вопросы от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Я вступаю в наследство, сообщает нам Ольга. Какие документы нужно предоставить, чтобы получить выписку из ЕГРП? Здесь достаточно простой порядок предоставления сведений. Прежде всего, вы должны предоставить документ свидетельства о смерти в отношении того человека, по которому запрашивается информация, и доказать свое родство с умершим правообладателем. А как это сделать? Доказать это? Доказать свое родство. Каким образом? Нужно предоставить документы, которые бы это подтверждали. Это свидетельство о рождении, в случае, если запрашивается информация о правах умерших родителей. Если это супруг, то это свидетельство о заключении брака. Здесь логично уже, вот из каждой ситуации. Совершенно верно, да. Но на самом деле не все так просто, потому что есть очень запутанные ситуации, когда в течение жизни несколько раз менялась фамилия, как у наследника, как у наследодателя, поэтому приходится собирать очень длинную цепочку вот этих вот изменений фамилий, и на самом деле заявители сегодня сталкиваются с проблемой, когда не находят просто в своих семейных архивах того или иного документа. Им приходится обращаться в суд для того, чтобы доказать свое родство. Понятно. Вот этот день предоставления выписки, он исчисляется с момента, когда все документы представлены. То есть, если человек придет без какого-то документа и скажет, что вот я на следующий день должен все получить, это уже, конечно, не считается, не засчитывается. Только в случае полного комплекта документов уже через день. Абсолютно верно. Да. Вот это единственный, наверное, вид заявлений, при котором представление дополнительных документов невозможно. Кроме одного случая. Оплатить квитанцию можно в иной день. А-а. Да. Вот все документы нужно представить вместе с заявлением. Ну, разные бывают ситуации. И люди деньги дома забывают, и недостаточно средств оказывается. И вот в этом случае заявление можно подать сегодня, а квитанцию оплатить в другой день. А вообще очень интересно, почему произошло такое резкое сокращение сроков выдачи до одного дня? Так много таких жизненных ситуаций, которые требуют вот такой срочности или что? Почему вот принято это решение? Ну, наверное, все уже в курсе, что сегодня рынок недвижимости непростой рынок. И даже при заключении элементарной сделки с объектом недвижимого имущества, конечно, у потенциального правообладателя, у покупателя, есть необходимость проверить историю этого объекта. А вот в условиях нынешней рыночной ситуации, когда люди обращаются и за кредитными средствами, да, с заботичными средствами, здесь уже действительно счет идет на дни. Потому что это связано и с банковскими ячейками, и с требованиями кредитной организации. Поэтому оперативно получить информацию из Единого государственного реестра прав в некоторых случаях, ну, будет даже судьбоносным. Это важно, потому что в выписке, например, об объекте недвижимого имущества вы получите всю актуальную информацию, которая будет необходима вам для приобретения этого объекта. Это будут фамилии, имя, отчество того лица, на кого сегодня оформлен этот объект. Это будут технические характеристики объекта, такие как площадь, адресная часть. Ну и самое важное, конечно, потенциальный покупатель захочет проверить, не имеются ли в отношении этого объекта какие-либо обременения. Аресты, ипотеки, правопритязания, заявленные в судебном порядке правоотребования. Вот такую информацию за один день мы предоставляем. И, конечно, я полагаю, что мы очень способствуем развитию рынка недвижимости в этой части. Да. Еще одно уточнение. Вот через интернет или какой-то сервис возможно это сделать? Или необходимо прийти лично со всеми документами, вот или в МФЦ, или в кадастровую палату и так далее? Нет, сегодня сервис у нас электронных услуг достаточно развит, и действительно можно обратиться на портал Росреестра и заказать выписку. Но здесь есть вот некоторая разница в разных видах информации, ведь их несколько видов информации. Есть информация, которая содержит в себе общедоступные сведения. То есть это сведения, которые не содержат в себе конфиденциальной информации. Вот этот вид информации может быть предоставлен любому заинтересованному лицу. И тогда, запросив в электронном виде через портал Госуслуг эту информацию, беспрепятственно можно ее получить. А есть информация, например, такая, как сведения о зарегистрированных правах правообладателя. Это информация конфиденциальная. Эту информацию может запросить только человек в отношении сам себя лично, либо в отношении, вот как прозвучал наш первый вопрос, в отношении наследодателя. Понятно. Следующий вопрос от Сергея. Я обращался в кадастровую палату, очень внимательно относится к обращениям, там работают грамотные специалисты и оперативно решает вопросы. Спасибо вам. Вот, наверное, вот это тот случай, ради которого мы работаем. Да, стоило сокращать сроки. Скажите, пожалуйста, раз уж речь пошла о таких усовершенствованиях в работе, что еще нового появляется? Какие действительно, вот, как вы открываетесь навстречу вашим клиентам, что еще происходит? Какие появляются услуги, новые сервисы и так далее? Дополнительные, может быть, еще что-то? Ну вот, если говорить о предоставлении информации из ЕГРП, то вот в период с 1 сентября 2015 года до 1 января 2016 года мы получили только часть полномочий. А вот уже начиная с 1 января 2016 года, практически все виды информации из ЕГРП будут предоставляться в кадастровые палаты, за исключением двух видов информации. Но это объективно, потому что этот вид информации требует обращения к архивным документам. Архивы сегодня содержатся в управлении Росреестра по Самарской области. И такую информацию, как справка о содержании правоустанавливающих документов или случай, когда необходимо представить копию из архива правоустанавливающих документов, вот в этих случаях информацию будет предоставляться управлением Росреестра. Все остальные виды информации будут предоставлять кадастровая палата. Скажите, пожалуйста, вот кадастровая палата взяла на себя такую функцию выдачи информации из ЕГРП, а вы с МФЦ в этом отношении сотрудничаете или вот опять же только кадастровая палата выдает эти выписки? Нет, мы с МФЦ тоже. Безусловно, да. В офисах многофункциональных центров тоже присутствует такая возможность. И эта информация также предоставляется. В данном случае мы действуем параллельно, что называется. А вообще вот эта информация из ЕГРП, она для чего нужна? Вот в чем ее важность и в какие моменты нужно ее обязательно получать? Или это в каком-то случае может быть добровольным, так скажем, решением? Могу взять, захочу. Или уже доверяю своему продавцу, который мне что-то там квартиру продает, и не пойду за этой выпиской. Вот как вот в этой ситуации? Я поняла ваш вопрос. Тут действительно есть разные случаи. Если вы хотите сами себя подстраховать в момент совершения сделки, вы, конечно, эту выписку запросите из ЕГРП. Вы можете этого не делать, закон этого не требует. Но есть случаи, когда различные органы и организации при оказании государственных муниципальных услуг выписку из ЕГРП запрашивают у правообладателей. И несмотря на то, что сегодня действует вот такой порядок взаимодействия, как межвед, то есть мы общаемся межведомствами, и органы и организации у нас запрашивают самостоятельно такие документы, у заявителей всегда есть право оперативно к нам обратиться самостоятельно и запросить лично эти документы. Ну, как вот, например, случаи, для чего требуется, безусловно, выписка из ЕГРП? В случае, если вы приватизируете квартиру. Всем известно, что гражданин Российской Федерации вправе однократно участвовать в приватизации. И для того, чтобы орган местного самоуправления удостоверился в том, что тот или иной заявитель не участвовал в приватизации, он должен убедиться в этом. Вот для этого заявитель обратится к нам и запросит у нас выписку из ЕГРП, дабы доказать, что на территории, например, Самарской области в определенный период времени он не приобретал, то есть в порядке приватизации, никакого объекта недвижимости. Понятно. На что все-таки нужно обратить внимание заявителю, если он хочет за один день получить вот эту выписку? Какие есть такие, может быть, подводные камни? Потому что он решит, скажет, вот, кадастровая палата объявила один день, но у него это может и не получиться. В каком случае? Что вот нужно знать? Ну, для этого, прежде всего, стоит обратиться в наши офисы. Прием и выдача документов по всей территории Самарской области. Ну, а дальше же специалист приема вам подскажет. И главное – оплатить квитанцию на правильный счет. Да, но сегодня наши специалисты выдают эти реквизиты, поэтому ошибиться здесь очень трудно, и оплатив верный счет, эта услуга будет оказана в течение одного дня. Вот, значит, это важная деталь. Следующий вопрос задает Любовь. Для оформления субсидий жилищной, жилищной субсидии затребовали выписку о моих зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества за определенное время. Возможно ли получить такие сведения? С какого периода регистрационная палата располагает такими сведениями? Да, это действительно новый вид информации, сведения о правах за определенный период. Не так давно это было серьезной проблемой, потому что информацию из ЕГРП можно было получить только на текущий период, на сегодняшний день. Сегодня законодатель существенно изменил норму права, и заявитель имеет возможность запросить сведения из ЕГРП на интересующий его период. Да, эта информация у нас присутствует, и сведения ЕГРП у нас ведутся с 5 августа 1998 года. Это момент создания регистрационной палаты тогда еще. Вообще вот эти выписки, они сколько действуют? Вот получил человек, и сколько он может, вот они действительно в течение какого периода? Ну вот вы знаете, если вы будете изучать законодательство, вы нигде не обнаружите такой термин, как срок действия выписки из ЕГРП. Такого нет. Вот те органы, организации, которые затребуют у вас этот документ, вот скорее они устанавливают такой вот срок годности, срок давности этой информации. Вообще, конечно, когда мне такой вопрос задают, я обычно отвечаю, что выписка действительно на момент ее подписания, потому что единый государственный реестр прав, он нестабилен, потому что информация в него попадает ежесекундно. Попадает и исключается из него. Поэтому вот государственный регистратор, там или иное полномочное лицо, которое сегодня ставит свою подпись под информацией, которая выдается из ЕГРП, он естественно ставит свою подпись вот на определенный момент. Вот сегодня, вот сейчас, на эту секунду, в ЕГРП присутствуют именно такие данные, вот под этим он свои подписи ставит. А что случится через час, через день? Появится ли там новый правообладатель или какие-то обременения? Вот здесь, к сожалению, уже информация может быть уже устаревшей. Как тогда вот в этом всем разобраться? Как подтвердить вот подлинность, даже не подлинность этой, а дееспособность этой выписки? Потому что, ну понятно, когда речь идет о объектах недвижимости, земле и так далее, здесь мошенники тоже не дремлют. Так можно сказать. Вот что нужно знать, иметь в виду, к чему нужно быть особо внимательным, чтобы не стать жертвой мошенников? Ну я бы, наверное, порекомендовала, если вам известна дата совершения сделки, накануне запросить сведения из ЕГРП, чтобы в момент, вот к моменту совершения сделки вы эту выписку получили, и уже на сделку пришли с правильной информацией. Вот это вот, ну, я бы сказала так, не скажу, что 90%, 99%, что эта информация будет актуальной на момент совершения сделки. Получить накануне, вот это действие... Запросить накануне совершения сделки, и вот прийти на сделку, и уже эти сведения вы уже получите, они будут актуальны. Следующий вопрос Татьяна задает. У меня умер муж, затерялось свидетельство о его рождении. Где я могу его восстановить, чтобы вступить в наследство? Пока не получается. Умер муж, а не может восстановить свидетельство о его рождении. О его рождении. Я в данном случае... Без этого свидетельства она не вступит в наследство? Татьяна, я не понимаю, в чем здесь проблема. Для получения выписки о правах умершего лица, если в данном случае он является вашим супругом, документ о рождении не потребуется. Вы должны будете предоставить свидетельство о заключении брака, и в случае, если у вас фамилия одна и та же, при наличии свидетельства о смерти больше, или завещания, больше никаких документов с вас не потребует. Это не кадастровая палата, не регистрационная служба. Да, понятно. Но вот до этого только вы говорили, что могут быть разные цепочки, если менялись как раз фамилии, да? Да, можно предположить, но свидетельство о рождении, я себе слабо представляю ситуацию, что как это может повлиять. А могут ли выписку из ЕГРП запросить органы, которые требуют эти выписки от граждан? Вот сами органы. Я более того скажу, не то, чтобы они могут это сделать, они должны это сделать. Да, у нас есть закон об оказании государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации, 210-й небезызвестной, в соответствии с которым при оказании этих услуг организации должны запрашивать необходимую информацию для цели оказания этих услуг непосредственно у контрагента. То есть не у заявителя, не погонять население, как вот раньше это было, да, нужно было с бегунком пробежать 10 организаций и в каждой какую-то справочку получить. Вот сегодня этим законом установлено требование для органов и организации эти сведения запросить самостоятельно. Следующий вопрос от Елизаветы. Слышала, что кадастровый паспорт на квартиру теперь выдает кадастровая палата. Всем ли нужно его получать? Елизавет, кадастровый паспорт на квартиру всегда выдавала кадастровая палата. Это документ, который содержит технические характеристики объекта. У нас тема сегодняшней беседы – это государственная регистрация прав и сведения из Единого государственного реестра прав. Вот этот вид услуги кадастровая палата действительно начала предоставлять с 1 сентября этого года. Вот если вы хотите, вы этого делать не обязаны, если мы говорим о выписке из ЕГРП. Но для того, чтобы убедиться, я не знаю, какой период вы для себя установите, раз в год, раз в три года, ежемесячно. Но если у вас есть какие-то опасения в отношении своего имущества, я бы рекомендовал бы вам периодически эту информацию запрашивать. Если вот буквально, касаясь вашего вопроса, кадастровый паспорт в отношении вашей квартиры, он вам абсолютно не нужен. Это технический документ, подтверждающий факт постановки на кадастровый учет вашей квартиры, не более того. Ну просто вот проводится такая очень объемная акция сейчас в настоящее время по кадастровой, по оценке кадастровой, там, по-моему, что-то такое. Поэтому люди вот, наверное, переживают, что нужно делать, нас не нужно, вот в таком процессе, общим, общим. Нет, если вопрос, конечно, касается кадастровой стоимости, то, безусловно, вы можете заказать и кадастровый паспорт, и кадастровую выписку, и справку о кадастровой стоимости в отношении любого объекта вас интересующего. И там вы увидите как раз кадастровую стоимость, которая сегодня действует. Следующий вопрос задает Наталья Васильевна. Есть участок за городом, межевание было, подписали границы участка. Соседи через участок, без моего согласия, а, вот подписали его как раз, участок поставлен на кадастровый учет. Что мне делать, куда обращаться, чтобы поставить свой участок на кадастровый учет, так как произошло наложение двух участков по границе? Я не очень, правда, поняла вопрос. Вопрос с наложением. То есть при постановке на кадастровый учет соседского участка... Вот было межевание, и вот подписана граница участка, без нее соседи подписали, и теперь вот, и произошло наложение двух участков по границе. Понятно. И теперь вот она спрашивает, что делать, куда обратиться, чтобы поставить свой учет, участок на кадастровый учет. Понятно. Наталья Васильевна, вот поскольку случай индивидуальный, я бы все-таки рекомендовала вам обратиться на личный прием. У нас практически каждый начальник отдела и заместитель директора, и сам директор осуществляет личный прием граждан. Поэтому вы можете обратиться по телефону, либо письменно, и мы назначим вам время, вы к нам подъедете и более подробно свою ситуацию объясните. Кроме того, в каждом офисе приема вычет документов у нас находится специалист, консультант, обратившись к которому, вы тоже сможете получить информацию необходимую. Михаил, можно ли получить услуги кадастровой палаты на дому? Действительно, может быть, специалисты в каких-то случаях могут выехать на дом. Но бывают разные жизненные ситуации, конечно. Да, очень хороший вопрос. И мне хотелось бы об этом рассказать, потому что я думаю, что далеко не все об этой услуге знают. Действительно, кадастровая палата сегодня наделена полномочиями по выезду к заявителям для целей приема документов на любой вид услуги. На государственную регистрацию прав, на предоставление сведений ГРП, на постановку на кадастровый учет. Более того, вы имеете возможность после осуществления вот этих действий, то есть государственной регистрации прав и кадастрового учета, также пригласить наших специалистов для выдачи вам на дому документов после осуществления этой услуги. Да, такая услуга у нас есть. Стоимость этой услуги сегодня составляет одна тысяча рублей. Она достаточно востребованная, но большой очереди у нас нет. Я думаю, что если вы обратитесь к нам сегодня, то в течение завтрашнего дня к вам специалисты уже выйдут. Людмила Николаевна интересуется, не может ли правообладатель заказать услугу информирования о сделках с его имуществом, если такая услуга есть? Услуга информирования о сделках с его имуществом. Да, если вы являетесь правообладателем, да, вы можете запросить, я бы вам порекомендовала запросить выписку об объекте, который вот конкретно вас интересует. Если у вас есть какие-то опасения, да, может быть, документы у вас, например, утеряны, да, и вы опасаетесь, что кем-то они могут быть использованы, то вам, наверное, действительно имеет смысл запросить выписку о своем объекте. И вы получите информацию, какой правообладатель сегодня, собственно, числится в ЕГРП в отношении этого объекта. Ну, увидев там свою фамилию, вы можете вздохнуть спокойно и, как бы, получите информацию о том, что ничего плохого с вашим объектом не случилось. А вот если вас интересует объект, который вы уже отчудили, ну, продали когда-то, то вы можете заказать выписку о переходе прав. И в этой выписке вы также получите информацию о переходе прав от вас к какому-либо другому лицу. Также и когда вы приобретали этот объект, вы такую информацию тоже можете запросить. Там будет содержаться информация о том лице, у которого вы приобрели этот объект недвижимости. Михаил, для чего нужна публичная кадастровая карта? Где ее можно найти и посмотреть? Вот действительно, чтобы определиться там с участком, с вами разглядеть поближе. Или что? Есть такая вот услуга в кадастровой палате? Есть такая. Это не услуга кадастровой палаты. Публичная кадастровая карта – это федеральный ресурс. И его сопровождение… Нет, он есть на территории всей Российской Федерации, Самарская область-то закачана тоже. Но сопровождение этого ресурса сегодня осуществляется в федеральном центре, ну, Москвой. Вот. Поэтому доступ туда есть абсолютно у любого заинтересованного лица. Для этого вам нужно попасть на портал Росреестра абсолютно беспрепятственно, набрать интересующий вас кадастровый номер. И публичная кадастровая карта предоставит вам информацию о… Я так думаю, у вас земельный участок, скорее всего, интересует об этом земельном участке. Но могу предположить следующий вопрос. А вот я туда попал и оказалось, что там информация не актуальна. Да, действительно, такое может быть. Потому что за обновление этого ресурса, ну, вот сегодня этим занимается федеральный центр. Поэтому я, к сожалению, прокомментировать эту ситуацию не смогу. Сведения могут устареть. Скажите, пожалуйста, вот если разбираться с выписками, вот мы сегодня говорим о выписке из ЕГРП. Какие еще выписки являются актуальными для населения, для ваших клиентов? На что тоже вот стоит обратить внимание? Что заказывать? Вот как вы говорите, время от времени, чтобы контролировать ситуацию или что-то еще? Ну, вот тот вид информации, о которой я уже сказала, это выписка об объекте недвижимого имущества, это вот, наверное, самый востребованный вид информации. Потому что рынок нестабилен, есть необходимость постоянного обращения к реестру для того, чтобы убедиться, ну, проверить, так сказать, на чистоту тот или иной объект недвижимого имущества. Все иные виды информации. Ну, мы, например, сегодня предоставляем информацию по так называемым экстритериальным запросам. Кадастровая палата осуществляет эти полномочия в пределах Самарской области. То есть сегодня вы имеете возможность, ну, опять-таки, например, для вступления в наследство. Ведь наследник не всегда может знать, какие объекты недвижимого имущества находились в собственности умершего. И сегодня можно, вот доказав свое родство, предоставив документы, да, подтверждающие родство, можно запросить информацию о правах умершего на территории всей Самарской области. Вот поэтому вам решать, нужно вам это или нет, ну, я бы рекомендовала периодически к реестру обращаться. А если, вот, вступая в права наследства, недвижимость вот умершего находится не только в Самарской области, а за ее пределами. Как вот выйти из такой ситуации? Да. Как вот эти сведения получатся? Такой вид информации сегодня тоже присутствует. С 1 января 2016 года кадастровая палата будет наделена, вот о чем я говорила, будет следующий период, и этими полномочиями тоже. Но любое заинтересованное лицо сегодня может эту информацию запросить в управлении Росреестра по Самарской области. Пока в Росреестре. Пока эти полномочия остались там, да. И в течение пяти рабочих дней информация по всей Российской Федерации будет вам предоставлена. И все-таки еще такой актуальный вопрос. Вернемся к мошенничеству. На что все-таки нужно обращать внимание при совершении вот очень важных сделок в жизни, при покупке недвижимости, земельных участков и так далее? Вот что связано с вашей службой? И вот в каких случаях обязательно нужно к вам обращаться? Вот еще такой вот ликбез небольшой для тех, кто только вот планирует совершить такие сделки. Обязательно накануне сделки необходимо обратиться к нам, заказать сведения из Единого государственного реестра прав. И первое, на что стоит обратить внимание, это сведения о правообладателе. То есть то лицо, которое вам предлагает, ну продавец, да, предлагает к продаже вам объект, вот совпадает ли оно с тем лицом, которое будет указано в выписке. Так. Это первое, на что мы смотрим. Первый вопрос, если вдруг это разные лица, это уже повод не только задуматься, но и, наверное, отказаться от этой сделки. Второе, на что стоит обратить внимание, это сведения об обременениях. Вот это что такое? Обременения объекта недвижимого имущества, они могут иметь разный характер, от арестов до ипотеки. То есть в выписке из ЕГРП об объекте будет графа, сведения об обременениях. Вот туда стоит тоже посмотреть и внимательно изучить, что там. Оптимальная запись, которая будет там присутствовать, которая вас должна устроить, это обременение отсутствует. Вот. Если вдруг вы увидите там, не дай бог, арест, либо там залог в силу закона, ипотека, то это повод как минимум задать вопрос продавцу, а что это за обременение, в связи с чем оно здесь оказалось и как вы собираетесь накануне сделки это обременение снимать, собственно говоря. Потому что я бы, конечно, не рекомендовала приобретать объект недвижимого имущества, который находится в зоологии, хотя законодательством это не запрещено. Понятно. И у нас остается буквально меньше минутки. Скажите, пожалуйста, телефон, куда можно обратиться, куда можно позвонить, чтобы попасть в кадастровую палату? Хорошо. Я вам назову тогда телефон приемный 277-7474. По этому телефону можно также записаться на личный прием. Спасибо большое за такую важную информацию, за то, что пришли к нам в эфир, поделились ей. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!